Уже 30 лет пенсионер Анатолий Терёхин живёт в этом доме по улице Ахсарова. Всё это время он поддерживал хорошие отношения с другими жильцами. Но около двух недель назад до прососедской общения дало трещину, а сам Анатолий для некоторых и вовсе перешёл в разряд врагов. Причиной стал подъезд раздора. Мужчина купил краски, взялся за кисточку и перекрасил вход в цвета украинского флага. Говорит, так преобразить крыльцо решил в ответ на высказывание одной из соседок о том, что Харьков – русский город. К тому же в его доме уже был один патриотичный подъезд. Прохожу мимо восьмого подъезда, а он покрашен синий-жёлтый. Так приемно стало. Думаю, а чем наш подъезд хуже? Ну, купил краску, растворитель, покрасил. Но жёлто-синие цвета на некоторых соседей подействовали, как красная тряпка на рогатое животное. От мужчины начали требовать закрасить его работу. Ты должен перекрасить, иначе мы сами перекрасим. В основном, как оно было, я им сказал, только попробуйте. Только попробуйте. Я на видео вас сниму, тогда по-другому будем разговаривать. И говорили, что другой человек приходил, сказал, наши придут ещё. Наши придут какие-то, не знаю, что он имел в виду. Мы тогда по-другому поговорили. Какие он имел в виду наши? Как мы будем поддержать такое, если Украина войну ведёт на Донбассе, бомбит города, уничтожает мирных жителей, ну и прочее, прочее, всё в том же духе. От слов недоброжелатели перешли к действиям. И ночью на входе в подъезд появилась свастика в соседстве с надписью СССР и номером квартиры мужчины. Появились художества и возле двери Анатолия. Здесь была нарисована свастика, здесь СССР и залит чёрной краской номер квартиры. Это мы утром вышли и обнаружили это всё. Но это явно, что с чужих подъездов сюда не могли прийти, потому что у нас кодовый замок. Это сделали жители нашего подъезда. Правда, нашлись среди соседей и те, кто поддержал инициативу пенсионера. В соседнем подъезде даже подумывают над тем, чтобы перехватить эстафету у второго и восьмого подъездов. Я хотел и в своём подъезде, так вот это, что, ну вот ещё пока там решается этот нюанс, красить или не красить. Но все, вот в нашем подъезде тоже многие жильцы, которые, ну, хотели бы тоже, чтобы покрасить такую вот. Но вот так вот безобразие, вот, говорю, человек промушился, 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 и вот так вот. Замечательно отнеслись. Расстраивает, конечно, огорчает вот эта испорченная вся картинка. Жёлто-синего. Ну, у нас сейчас принято всё жёлто-синее. То есть, других цветов нет, поэтому мы не против. Пусть будет жёлтое-синее. Синее небо, жёлтое поле спелое, хлеб. А вот среди тех, кого возмытили цвета национального флага той страны, в которой они живут, желающих публично высказать своё негодование так и не нашлось. Как вы относитесь к цветам подъезда, которые... Никак я не отношусь. Отстаньте от меня. Анатолий Терёхин обратился в СБУ и милицию, чтобы там разобрались с рисующими свастики. Пока же пенсионер собирается снова доставать краски и замазывать сделанные втихаря надписи. Чё нам бояться? Мы на своей земле. Мы на своём земле, бояться нам нечего. Алена Сырока, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Продолжение следует...